Хей, всем привет! Меня зовут Марк. Сегодня мы с вами говорим про тело. Много мы это обсуждали в запрещенной социальной сети Instagram, настолько запрещенной, что все там сидят, поэтому не забывайте подписываться. Многие задают вопросы, потому что что скоро лето, а мы помним, что в нашей стране национальная черта ухаживаем за телом только в тот момент, когда его придется как бы чутка обнажить. Ну как бы я как Джон Сноу рассказываю вам о том, что скоро лето, а многие из нас еще до сих пор ссадины и укусы от комаров с прошлого года не извели следы от них. Мы стареем везде равномерно, мы везде имеем кожу, и не везде эта кожа одинаково хорошая. Иногда я вижу такие потрясающие картины, где девушка сюда вложила просто миллионы-миллионы всего. Там филер ухода у косметолога, дорогой домашний уход, дорогая декоративка. Зато ниже, блядь, кератоз по локоть, прыщи везде, где только можно, и педикюр под цапогами не видно, блядь. Спросите любого мастера по педикюру, он вам расскажет о том, что как только холодает, люди прекращают ходить на педикюр. Это какая-то глобальная хрень, и мой термин называется бьюти-экватор. Бьюти-экватор это уход за теми зонами, которые, блядь, только видно. То есть зимой это только башка, ну максимум еще крем для рук помазать. А вот то, что все остальное у вас стареет со скоростью света, об этом вообще никто не думает. О том, что у вас на теле может быть кератоз, прыщи, высыпание, псориаз, пигментация нежелательная. Причем про пигментацию мы сегодня поговорим. Все, что угодно может быть на теле. А хочется быть красивым везде одновременно, целиком, не локально. Знаете, локально иметь хороший кусок кожи, это так себе затея. Поэтому здесь, в этом видео, я собираю разные банки из всех своих видео. 90% того, что я сегодня покажу, вы уже видели. Либо я об этом писал в телеграме, тоже, кстати, не забывайте подписываться. Поэтому поехали. И начну я разговор вот с этой потрясающей вещи. Вы просто посмотрите, какая она красивая. Вы посмотрите, какой потрясающий цвет. Я очень хотел эту щетку. Это Форео Луна 4 Бадди. Это, собственно, щетка для очищения вашего тела. Если вы, так же, как и очень многие, страдаете от забитых комедонов, например, на груди это часто бывает. Это бывает на плечах. Усиленное очищение вам поможет с этим справиться. Особенно на регулярной основе. Форео Луна 4 Бадди содержит в себе, в первую очередь, легендарные пульсации T-Sonic. Которые и являются основой для очищения вашей кожи. То есть, очень сильно выбивает всю грязь. Потому что здесь 8000 звуковых колебаний в минуту. За счет чего у вас идет интенсивное очищение от шелушивания. Плюс. Пульсации T-Sonic имеют массажный эффект. И если ваша цель к этому лету не просто привести кожу в порядок, но еще и подтянуть ваши ляжки. То вам очень сильно поможет щеточка от Форео. Прорабатывайте все ваши самые проблемные места. Сочетайте с любимыми вашими средствами. В чем важность для меня щеток для умывания лица и теперь еще и для тела? В том, что огромное количество уходовых очищающих продуктов разработано таким образом, что вы должны их подержать на своем лице, на своей коже, неважно где. То есть, пенки для умывания, гели для душа. Все это теперь надо держать хотя бы 3 минуты. И вот эти 3 минуты я тру себя щеткой. Например, для обладателей проблемной кожи, средства для мытья всего и сразу лица и тела на основе бензоилпероксида, паноксил называется, продается сейчас практически везде, iHerb, Amazon, где хотите. Так вот, вы его нанесли на вашу кожу, и вы должны подождать 3 минуты хотя бы. И чтобы это время провести с пользой, я тру щеткой. Лимфодренажный массаж, который делает щеточка Foreo Luna 4, позволяет вам заменить ваши привычные манипуляции, например, сухой щеткой. Потому что я вам уже рассказывал как-то в видео о том, что пока люди разводят костер путем зажигалки и средства для розжига, вы продолжаете добывать огонь палкой. Это странно и непонятно, потому что пульсации все делают за вас. Они позволяют вам не навредить своей коже. Лимфодренажный массаж позволяет вам ускорить все обменные процессы, тем самым ваша кожа подтягивается, ваша кожа становится по качеству лучше за счет собственных ресурсов, ваша кожа становится более упругой и плотной. Бля, ребят, простите, но у меня на ляжках кожа как у дельфина, блядь. Поэтому я знаю, о чем я рассказываю. Вопрос заключается в том, насколько регулярно вы готовы это делать, и насколько много сил вы готовы на это на все потратить. Обожаю эту щетку, новый дизайн просто потрясающий, и это просто огонь. Собственно, переходим к очищающим средствам. Это бензоилпероксид. Бензоилпероксид нужен в случае, если вы имеете выраженные активные высыпания. То есть бензоилпероксид относится к тем компонентам, которые есть prescription, но это 10% бензоилпероксид в очищающем средстве, и вы можете купить его совершенно свободно и спокойно. Это очень интенсивное средство в борьбе с высыпаниями. И я его рекомендую только в том случае, если прям очень сильные высыпания. Также бензоилпероксид помогает, если у вас есть застарелая пигментация на теле. Это может быть ваши старые следы от прыщей, и также это может быть пигментация, знаете, на локтях, на коленях, где угодно, вызванная гормонами. Но на самом деле я не склонен к тому, что у вас проблемы с гормонами, поэтому у вас есть пигментация на локтях. По причине чего? Я человек, у которого сейчас очень сильно болит палец. Знаете почему? Потому что я, блядь, телефон держу так. И мы все являемся жертвами нашего образа жизни. Поэтому если вы сидите в офисе за столом и регулярно третесь локтями об этот стол, ничего, блядь, нахуй удивительного, если у вас там появилась пигментация. И вообще нет никакой гарантии, что эта пигментация гормональная. Поэтому бензоилпероксид помогает в этом. Но все-таки основная цель бензоилпероксида в том, что вы имеете очень сильные высыпания. Очень быстро решается проблема, но, пожалуйста, после первого же применения вы будете испытывать сухость. После первого же. Поэтому нужно очень активное увлажнение и будьте к этому готовы. Причем настолько сильную сухость, что есть чувство дискомфорта. Прибегайте к этому только в случае, если вы прям понимаете, что у вас есть сильная проблема, которую нужно решать активами. Опять же, если у вас есть высыпания, но не настолько активные, то всегда можно обратиться к кислотному гелю для душа. Я вам показывал от Open Face, который мне нравится. Это из доступных сейчас в России. Для тех, кто живет за границей, есть прекрасный гель для душа от CeraVe. Не понимаю ни малейшего бенефита в геле для душа от Sol de Janeiro. Несмотря на то, что он более дорогой, здесь есть отдушка. Она пахнет странно. За счет содержания кислот у них не получилось отдушкой прям загасить этот запах. В связи с этим от вас пахнет очень странно. Поэтому нет смысла переплачивать за дорогие кислотные гели для душа. Проще после обычного кислотного геля для душа, недорогого, помыться чем-то вкусно пахнущим, что вам очень сильно нравится. Следующий важный этап, который все уже должны, блин, узнать про это. Все должны это попробовать. Все должны к этому прийти, к этому пониманию. Это кислотные лосьоны для тела. В чем история заключается? Я насмотрелся ебучих шортс, рилс и ижи с ними. Короче, короткие видео с рекламой товаров с Wildberries. Где 16-летняя девочка рассказывает, что кератоз решается путем скрабирования. Ну, я понимаю, что это уже старость, когда тебе хочется 16-летнюю девочку чему-то научить. Но у меня есть просто страх, что люди в это поверят. Ну, типа, ребята, скрабы с Wildberries на основе соли с ебучей родословной и сахар с такой же разной родословной, как и соль, никоим сраком не меняют текстуру вашей кожи. Кератоз это такие пупырки на вашей коже, как вы мне пишете. Кератоз, он же еще называется Strawberry Skin. Это такие красные пупырышки, которые не прыщи. Кератоз не имеет никакого объяснения. Сейчас пытаются связать кератоз с проблемами желудка. Иногда кератоз в разное время связывали с гормонами. Но нет научного никакого обоснования. По факту кератоз является неправильным делением клеток. Знаете, как программный код. 1-0, 1-0, 1-0. А где-то у вас там произошла ошибка. И вот неправильное деление клеток приводит к образованию кератоза. Также к образованию кератоза могут приводить определенные ингредиенты в вашей уходовой косметике. Посмотрите обязательно вот это видео. Поэтому для того, чтобы избавиться от кератоза, для того, чтобы избавиться от вросших волос, я лично, то есть все эти средства, все эти средства, которые я сегодня показываю, за них мне никто не заплатил, потому что я их собирал по своим закромам. Каждая банка будет сраная и грязная, потому что я ей пользуюсь. Суть в том, что мне эта косметика помогает бороться с псориазом. У меня псориаз раньше всегда проявлялся только на голове, но с возрастом он стал проявляться еще и на коленках. И выглядит это не то, чтобы сказать прям плохо, потому что среди моих друзей есть тоже обладатели псориаза, у которых этот самый псориаз выглядит так, что ну прям без слез не взглянешь. Но, возможно, просто я как-то больше за этим следил, поэтому я решаю проблему опционально, на месте и быстро. Мне не помогли никакие обращения к драматологам, особенно драматологам в России. То, что они советуют хуйня ебаная и шли бы вы нахуй, начиная от гормональных мазей, на которые ты подсаживаешься, у тебя есть краткосрочный эффект, потом ты пытаешься слезть с этой мази, и тебя обсыпает так, что ты хочешь примерно сдохнуть. Потому что, помимо того, что это выглядит, как будто я, блядь, катался на самокате и ободрал себе коленки, оно еще и чешется. Псориаз это аутоиммунное заболевание кожи, которое проявляется тем, что на коже есть такие шелушащиеся бляшки. Так вот, я фоловлю девушку в инстаграме, которая, нет, я уже отписался от нее, скажу честно, потому что это невозможно смотреть, кроме того, что она раньше тут гребаная дура. Она считает, что с псориазом никак не нужно бороться, что вот она такая, какая она есть, а у нее очень тяжелая стадия, у нее примерно 80% тела покрыто этими самыми бляшками. Она ничего для этого не делает. Мне хочется сказать, что вы дура просто, потому что псориаз имеет ужасное свойство прогрессировать. И я сейчас заявляю, что все, что я рассказываю про псориаз, это мои личные рекомендации и наблюдения на основе моего жизненного опыта. Я не врач. Если вам ваш лечащий врач предлагает какие-то другие варианты, вы должны слушать своего лечащего врача. Просто для меня все походы к дерматологу заканчивались только тем, что в очередной раз женщина мне говорит, ну вы это, не нервничайте и не пейте. Я из России, блядь. Нервничать это наша национальная черта. Что значит не нервничать? А вы прошлый год вообще как бы из дома не выходили? Или что? Что значит не нервничайте? Короче, для меня уходовая косметика сделала намного больше. К этим рекомендациям, в случае с псориазом, они подойдут для людей, у кого есть дерматит, у кого есть просто проблемы с шелушениями. Также есть такие проблемы, как возрастная пигментация, постакне, просто неровный тон, кожи на теле, в принципе, врастание волос, из-за этого там опять тоже высыпание. Короче, мы сегодня обсуждаем огромный спектр проблем. Как мы все это решаем? Двумя типами. Это кислотная работа с телом, и это физическая работа с телом. Но физическая работа с телом выглядит совершенно не так, как вам рассказывают в ебучих шортс, где ебучая соль вам от чего-то, блядь, нахуй поможет. Особенно, если у вас там есть какие-то проблемы. Соль нельзя, если у вас прыщи, соль нельзя, если у вас там кусок раздраженной кожи, соль нельзя, если у вас там воспаление. Короче, блядь, соль нахуй нельзя. Поэтому идите нахуй со своим ебучим скрабом с солью за 150 рублей в банке с Вайлдборис. Причем это один и тот же скраб, я вам клянусь. Просто там лепят разную этикетку. Я просто... Каждую неделю приходят письма с предложениями порекомендовать ебучий соляной скраб за 300 рублей с Вайлдборис. Они, сука, идентичные. Так они же все еще. То есть, если они снаружи ничего не делают... Каким нахуй образом они рассасывают целлюлит, может мне кто-нибудь сказать? Ну как? Ну как, блядь? Лимфодренажный массаж действительно рассасывает целлюлит. Потому что если бы хоть кто-нибудь из этих людей удосужился посмотреть, что такое целлюлит... Целлюлит это жировая клетка, которую по факту перекорежила. Она набрала в себя очень много воды и из ровной поверхности вашей кожи она такая выпирает. И за счет лимфодренажа вы выгоняете воду, вы делаете вашу поверхность более гладкой и слой этих жировых клеток более ровный. Почему говорят, что похудеете, чтобы у вас не было целлюлита? Ну потому что нет жира, нет проблем. Это примерно так же работает, да? Нет ноги, нет проблемы. Поэтому, когда я говорю вам о физической эксфолиации, я говорю о такой прекрасной вещи, как гребанная варежка. Варежка шелковица это просто охуенно. К сожалению, к сожалению, турецкая рукавичка кеста не является аналогом варежки шелковица. Как минимум потому, что она, блядь, нахуй сделана не из шелка. Плюс, а это не просто шелк. Это шелк с крученной нитью. За счет чего он сдирает. Сдирает в кавычках, да? Он как будто срезает верхний слой кожи, скатывает. Так, как это не делает ничего другое. Я пробовал эти турецкие варежки по 5 долларов. Они дают эффект, но совершенно не такой вау-эффект. В Америке продается аналогичная история. Но это история хуйня ебаная. Это перчатки. Стоят они, значит, 10 долларов. Продаются в любой аптеке в Севея, в Волгдис, где угодно. И это перчатки, сделанные из нейлоновых нитей. Сука, они раздирают жопу так, что просто пиздец. То есть, они пошли по принципу о том, что нет кожи, нет проблемы. Я не знаю, как этим можно мыться. То есть, я придумал, что этим надо мыть посуду. Знаете, когда на сковородке что-то прижарилось, вы можете надевать эти перчатки и тереть сковородку. Потому что другого объяснения, как этим пользоваться, ну вы понимаете, что это мешок из-под картошки, из которого сделали перчатки. Вот эти вот сетки нейлоновые. Варежка шелковица, это просто охуительно. Вы обязательно должны это попробовать. Ключевой момент в использовании варежки заключается в том, что вы должны распарить кожу. Сауна, баня, полежать в ванной, постоять 15 минут под горячим душем. Нормально распарить кожу. Это ключевой момент. Если вы не распарили кожу, у вас ничего не получится. И все истории с тем, что у меня не получилось ничего отшелушить, заключаются в том, что вы недостаточно распарили кожу. Дальше вы надеваете эту варежку. Надеваете или одеваете? Сейчас душнил и будут мне там писать в комментариях. Короче, надеваете эту варежку и проходитесь по телу. Очень аккуратно. Без сильного нажима. То есть просто проходитесь по телу. Без дополнительных средств. Без скрабов, без всего. И вы нахрен отшелушиваете все. Вы прям будете видеть куски кожи. Они прям скатываются в такие колбаски. Не уверен, что... Если вам нужно, я покажу, потому что это просто не очень эстетично выглядит. Это арговевший слой кожи. Но это настолько интенсивное отшелушивание, что даже кератоз весь сходит. Это то, как не отшелушивает никакой скраб. Это очень круто. Это делает невероятно гладкую кожу. Это делает очень мягкую кожу. То есть эта варежка поможет сделать вам гладкую, ровную кожу, а не как куриные окорочка в 90-е. Пожалуйста, не трите по одному и тому же месту 10 раз. Потому что если вы начнете с остервенением тереть свою жопу, то вы получите ободранную жопу. Вы просто поймете это, когда начнете ей пользоваться. Когда вы проходитесь первый раз по коже, она уже нормально сняла с вас весь арговевший слой. Когда вы проходитесь второй раз, она уже снимает лишнее. То, что вам не надо снимать. Поэтому очень аккуратно. Ключевой момент в нашем уходе за собой. Не навреди, блядь. Не навреди. Плюс, если у вас есть сильная пигментация и какие-то следы от прыщей, варежка все это помогает выровнять, особенно многих проблемная зона, что у нас там плечи, бедра, где есть высыпание, везде проходимся и все становится очень гладко. Ну, у меня очень красивый голубой цвет. Цвет вообще не имеет значения. Ну, это все шелк. Просто выбирайте под цвет вашей ванны или не знаю, под что вы там выбираете. У меня есть еще дома фиолетовая. Есть, кстати, есть размер XL. Это для тех, у кого жопа больше, чем стандартный размер. Видите, очень толерантный бренд. На жопу любого размера, так сказать, варежка. Вещь потрясающая, ребята. Очень советую. И она очень долго не выходит из строя. У нее есть, конечно, там какое-то количество применений, но просто уже ткань истирается со временем. Я своей прошлой варежкой пользовался, наверное, год. После варежки вы можете сделать такую вещь, которая называется кислотный пилинг. Кислотный пилинг – это как то же самое, что вы делаете для вашего лица, только для вашей задницы. Это для того, чтобы ваша кожа была обосраться какая гладкая, обосраться какая ровная, без вашей пигментации, без вросших волос, без следов в вашей жизнедеятельности, для того, чтобы все было ровненько и гладенько. Самый известный кислотный пилинг, который я вам показывал – это пилинг от First Aid Beauty. И называется он Bump Razor. Сейчас в России он, к сожалению, недоступен. Для тех, кто за границей, он, собственно, всем доступен. В России есть пилинг от Art & Fact. Называется он Body Exfoliant Gel. Сделан этот пилинг на основе молочной, гликолевой, винной, яблочной и салициловой кислоты. Охуительная вещь. Намазывайте на все проблемные участки. Не обязательно обмазывать все тело. Вы можете пройтись прям локально по каким-то проблемным местам. Например, там коленки, бедра, плечи. Все, что у вас волнует. Там, где есть проблемы. Например, следы от прыщей. Нанесли на плечи и оставили. Оставляйте на 10 минут. Дальше смываете и все просто заебись. Все просто охуительно. Работает абсолютно так же, как с вашим пилингом для тела. Варежкой вы отшелушили весь ороговевший слой. Убрали всю лишнюю кожу, которая у вас есть. Я рекомендую это делать на следующий день, а не в тот же. Но очень многие любят вот этот эффект. Ну, если у вас слонячая кожа, которая выдержит нахуй все, то можете в тот же. Но я рекомендую хотя бы на следующий. Например, Анна Артуровна очень любит сначала херануться варежкой, а потом сверху пилинг. Для меня это жестковато, я делаю это на следующий день. Обновляет кожу просто нереально. Делает кожу очень гладкой. И постепенно вы избавитесь от всей пигментации, которая у вас есть. Плюс это возможность избавляться от рубцов на теле, которые у вас тоже есть. Сразу говорю, это не избавит вас от растяжек после первого применения. И после второго тоже. Растяжки избавляются очень долго. Но это улучшит текстуру кожи на этих растяжках. Про растяжки мы будем говорить отдельно, ребята. Но кислотный пилинг позволяет улучшить текстуру кожи в этих участках. Плюс это избавление от пигментации и мелких рубцов, которые у вас были от высыпания. То, что вырастали волосы. И вас покусал комар, и вы там, блядь, нахрен расчесали. Это просто до мяса, и у вас остался след. От ветрянки какой-нибудь сглаживается все. Кислотный пилинг это манна небесная. Обзаведитесь и попробуйте это наконец. Также у Art Infact есть очень классный гель для душа на основе салициловой кислоты. Его основное направление борьба с проблемной кожей. Но у него есть дополнительный ярко выраженный эффект борьбы с пигментацией на теле. Потому что очень многие рассказывают о том, что вот тёлки в инстаграме нафотошопе ли себе ноги. Ребята, хорошая кожа тела это не миф. Можно всё это сделать, просто это не вопрос одного дня. Опять же к вопросу о том, что я уже показывал, это пады. Пады для тела. Пады для тела есть такие же, как и для лица, просто они нужны вам для локального применения. Пады для тела не рассчитано, что вы их будете мазать нахрен везде, везде, везде. Но у падов есть свои большие плюсы. Воспринимайте пады как кислотный интенсивный тоник для вашего тела. Потому что я, например, могу сочетать пады с лосьоном для тела просто увлажняющим. Потому что пады нужны для локальной обработки каких-то участков. Вообще, изначально пады были придуманы для того, чтобы бороться с вросшими волосами. И, например, у First Aid Beauty они так и называются пады от вросших волос. У Art and Fact, по-моему, тоже. Это две мои любимые версии, которые есть. Еще есть пады для тела у Nipfab, насколько я помню. Но это две самые лучшие. Это не то, что они прям превосходят Art and Fact, чем First Aid Beauty. Я объясню. Просто здесь люди подумали, что пады для тела должны чем-то отличаться. Здесь состав приблизительно одинаковый. Здесь везде кликолевая кислота, молочная кислота, солициловая кислота, мочевина. Все плюс-минус одинаково. Вопрос заключается в чем? First Aid Beauty сделали пады, не запариваясь. Они просто взяли те пады, которые они выпускают для лица, сменили пропитку, сделали ее более интенсивной для тела и сказали, что это пады от вросших волос для тела. Это обычный пад. Все как всегда. Пады Art and Fact просто в два раза больше, чем стандартный пад для лица. И тут есть дырочка, куда можно засунуть пальцы, чтобы вам было удобно водить по телу. Просто мелочь такая, а очень приятно. То есть вы прорабатываете все проблемные участки. Как очень многие писали в комментариях, они с помощью этих падов боролись с пигментацией на теле. Пигментация на теле может быть вызвана совершенно разными проблемами. У кого-то это гормональное. У женщин очень часто это следствие гормонального всплеска во время и после беременности. Это может быть лишний вес, потому что излишнее трение, излишнее потоотделение и может образовываться пигментация. Падами вы можете локально прорабатывать какие-то участки. И я рекомендую воспринимать пады как тоник. Потому что после них вы можете, например, нанести лосьон на все тело. Можете нанести кислотный лосьон для тела. Можете нанести увлажняющий лосьон для тела. Тем более вода, которая течет у нас по трубам где угодно, блять. Она вся 100-500 раз очищенная, хлорированная. И если вы не моетесь в роднике, ваша вода не делает ничего хорошего вашей коже. Кислотные лосьоны для тела это следующий этап. И супер важный. Количество кислотных лосьонов для тела, которые я показывал, зашкаливает все мыслимые и немыслимые пределы. Потому что я за эти годы показывал кислотные лосьоны от Полос Чойс. Их два. Есть БИЧ и ЭЙЧ. Один более глубоко проникающий. И он нужен в случае, если есть высыпание. Второй работает на поверхности. За счет чего он очень хорошо обновляет кожу, делает ее гладкой. Зато он более комфортный в плане ощущений. Из сильных кислотных лосьонов для тела это Дранк Элефант. Потому что если там есть какая-то раздраженная кожа, какие-то участки, то он может даже пощипывать. Но он мне очень нравится. Он очень интенсивный, но при этом он достаточно комфортный. Потому что Полос Чойс, тот, который полегче, он нормально ощущается. А второй ощущается достаточно жирненько. И как бы единственная опция, которая есть, это, блядь, вот намазаться и ждать, пока он хоть как-то высохнет, чтобы потом пойти лечь спать. Иначе вы все это будете вытирать об свое постельное белье. Из лосьонов для тела, которые я вам показывал, мне очень нравится. Мне очень нравится в первую очередь из-за текстуры. Потому что это одна из самых приятных текстур в кислотных лосьонах для тела. Вы должны понимать, что кислотный лосьон для тела это не легенький увлажняющий лосьончик на каждый день. И любой кислотный лосьон для тела, даже самый восстанавливающий, все равно, блядь, сука, сушит кожу. Когда вы его смоете, у вас будет ощущение сухости. Или это нормально, так должно быть. Если вам кислотный лосьон для тела нехера не сушит кожу, значит что-то странное. Обожаю его. Open Face. Крем для тела с кислотами. 5% азолаиновой кислоты, 3% ахабиичей и 2% энзимов. Азолаиновую кислоту на тело я очень люблю. Азолаиновая кислота дает борьбу с высыпаниями и прыщами. Давайте важный момент. Я здесь не говорю о прыщах, которые прям вот акне. Потому что если у вас прям вот акне, то нужно идти к доктору. Нужно решать эту проблему более насыщенно. Мы говорим о каких-то локальных высыпаниях. Охуительная вещь. Просто. Он у меня улетел. Я его даже, я вообще его не собирался показывать. Я осознал, что когда у меня банка первая закончилась. Потому что он настолько комфортный. Он настолько нелипкий и нежирный. Это первый лосьон для тела, который, он у меня, в общем-то, высох. Тому моменту, когда я уже домазал все тело. И спокойно одеваешь штаны и идешь, блядь, спать. Обожаю его. Потрясающе. Против неровной текстуры. Против высыпаний. Против каких-то комедонов. Знаете, иногда бывает, что у тебя нет прыщей, но есть комедоны вот эти самые. Блядь, намазывайте. И ваша жизнь, блядь, становится легче. Собственно, у них же кислотный гель для душа, который я вам показывал. Если вам кажется, что этот кислотный гель для душа вам слабоват, у них есть усиленная версия. Такая в черной упаковке. Обязательно попробуйте, если вам кажется, что обычный вам слабоват. Это для тех, кто любит пожестче. И лосьон для тела мы наносим везде. Потому что у вас нету ненужных участков вашего тела. На ноги, на руки, на все. Где вы хотите гладкую, ровную, красивую кожу, мажем кислотный лосьон для тела. Потому что это просто потрясающе. При всех ваших проблемах, которые я сегодня перечислил, это подойдет. В том числе, я, например, борюсь с псориазом. И самое главное, знаете что, все видели мои ноги в инстаграме. И все знают, что я борюсь с ним успешно. Потому что я очень благодарен уходовой косметике, которая помогает мне становиться лучше. И я не хочу становиться хуже. Потому что, я поясню, псориаз на, например, коленках, это условно воспаление вашей кожи локальное. Постоянная активная фаза псориаза на ваших коленях будет приводить к тому, что у вас будет развиваться псориатический артрит. На месте сустава постоянное воспаление. Таким образом, мой отец счастливый обладатель искусственного бедра. Поэтому боритесь с псориазом на ранних стадиях. А не ждите, когда у вас все уже будет настолько запущено, что вам придется решать более радикально ваши проблемы. Короче, я обожаю кислотные лосьоны для тела. Кислотные лосьоны для тела помогают невероятно улучшить вашу кожу тела. И если 5 лет назад кислотный лосьон для тела от Майк Ли стоил порядка 8000 рублей, сейчас можно очень доступно купить лосьон для тела кислотный. И это очень классная формула. Она и комфортная, и помогает вам справиться с какими-то проблемами. Потому что многие знают про высыпание, простите, на жопе. Ну, есть такая проблема. Высыпание на жопе. Это не значит, что вы должны с ними жить. Вы должны от них избавиться. Просто берем кислотный лосьон для тела и мажем. Мажем. Высыпание на спине. Кислотный лосьон для тела. Кератоз. Кислотный лосьон для тела. Неровный тон кожи. Кислотный лосьон для тела. Главная проблема, когда вы включите дохера кислот в свой уход за телом, Это то, что все это, как бы туда не добавляли сквалан и все остальное, все будет сохнуть. Все будет сохнуть. Это нормальный процесс, поэтому что вам нужно? Восстанавливать биом кожи, а также регулярное увлажнение. На день я вот советую потрясающую вещь. Это увлажняющий крем для тела на ламеллярной эмульсии. Это очень легкий по своей текстуре крем, но он очень приятный. Ламеллярная эмульсия восстанавливает поверхность кожи, потому что ламеллярная эмульсия, структура ламеллярной эмульсии повторяет строение эпидермиса. За счет чего она очень легко встраивается и восстанавливает ваш естественный липидный слой. Здесь в основе масло каннабиса, цинтелла, жирные кислоты, не содержит отдушек, не содержит эфирных масел. Очень приятный крем для тела, и он очень легко разносится по телу. То есть это такая текстура, которую не проблемно намазать с утра после душа. Я надеюсь, что вы его принимаете. Потому что внезапно, почему-то под одним из последних постов в Телеграме, не забывайте подписываться на мой Телеграм, все решили дружно обсуждать то, что женщины избегают дезодоранта. И это зло. Не дезодорант, а женщины, избегающие дезодоранта. Мыться надо каждый день, использовать дезодорант. Да, вот это вот 72 часа защита. Это не рекомендация к применению, что мы не моемся следующие 72 часа. Моемся мы каждый день. И после душа мы наносим крем для тела. Потрясающая текстура. Здесь еще до кучи и неоцинамид, который позволяет вам уменьшать количество пигментации, которое есть на вашем теле. Я не могу обещать вам, в какой момент пигментация исчезнет. Потому что у вас может быть супер застарелая давнишняя пигментация. Мы не знаем, чем она вызвана. Я даю рекомендации в том случае, когда вы уже решили все проблемы со своим здоровьем. Если у вас пигментация, вызванная гормонами, вы можете с ней бороться, вы можете ее снижать. Но пока вы не поправили свои гормоны, ничего не пройдет. Неоцинамид помогает выровнять цвет кожи. Если есть потемнение, неоцинамид в этом поможет. И это очень классная вещь. Для тех, кто живет за границей, очень рекомендую мою обожаемую вещь. Это увлажняющий спрей от Нитрогена Хайдробуст. На день, именно после душа, быстренько нанести. Охуенная вещь. Просто Хайдробуст. Линейка для тела. Вся великолепна. Просто там есть еще и спрей, который можно прям вот попшикать. Растереть. Причем вы не должны быть полностью вытерты полотенцем. Вытерты, какое плохое слово. Короче, не насухо вытирайте с полотенцем, а слегка влажная кожа. Потому что гиалуронка отлично наносится на мокрое тело, быстро распределяется, быстро наносится. На лето вообще заебись, потому что никто не хочет ощущать жирность и липкость. Особенно, когда вокруг жарко. Но подождите, это еще не все. Вот мы обновили всю кожу. Мы сделали ее обосраться какой мягкой, гладкой. Но подождите, это все еще не все. Потому что вы содрали варежкой себе весь оргаверший слой. Сделали кислотный пилинг для тела. Измазали банку кислотного лосьона для тела. И вам нужен продукт, который будет это все поддерживать и закреплять. Потому что чем мягче ваша кожа, чем сильнее она обновлена, тем скорее она нарастет старая, грубая, жесткая и снова вылезет кератоз. Нужен крем, который поддерживает этот эффект, смягчает вашу кожу и оставляет ее мягкой. Это отдельный продукт. Например, ЦРВ выпускает бам скинг. Господи, ЦРВ сто лет его выпускает. Воняет ужасно, как с саной тряпки. Причем воняет отечественная версия, как с саной тряпки. Европейская версия пахнет чуть лучше, но все равно так себе. Есть продукты такие у Aven. Тоже что-то там вставлю картинку, вы поймете. Пахнет тоже ужасно, но у Aven совершенно ужасная текстура. Это как будто ты обоссался и спишь. Обоссался и обосрался и спишь. Текстура просто ужасная. Они ее перезапускали несколько раз, но им это не сильно помогло. Потому что то, что они изобрели, имеет хороший состав, имеет хорошую эффективность. Да, оно справляется со своей задачей, но сама текстура ужасная. Мне очень-очень нравится вот этот крем от Аравии. У них есть две версии. И в общем-то вы можете выбрать в зависимости от того, что вы хотите. Насколько у вас проблемная кожа. Если у вас чуть больше проблем, назовем это так, хотя вы с большей частью их справитесь до этого крема, то вам нужна рыженькая версия. Моя версия голубая. Это увлажняющий крем с 10% мочевины и церамидами. Церамиды после кислот, ретинола, не важно, что вы возьмете за актив, мы пока брали с вами за актив кислоты. Он помогает восстановить вашу кожу, смягчить ее и пролонгировать вот этот эффект, когда вам снова придется пидорить себя кислотами интенсивно. Он, на удивление, нормально пахнет. Ну, просто косметический какой-то запах. У него достаточно приятная текстура. Вы не жирная, не липкая. Огромная падья, которой вам хватит очень надолго и очень минимальный расход. И потрясающий эффект смягчения кожи. Для тех, кто живет за границей, аналогичный крем есть у бренда Gold Bond. Мне нравится настолько, что я отхуярил дозатор, поэтому теперь я его высасываю просто очень сильно проблематично. В России он недоступен. Вот именно эта версия, другие версии говно не берите. Если бы я снимал разочарование, я бы прочитал состав этого средства, а состав не приведи Господь. Из моих любимых ингредиентов это шелковые аминокислоты, ребята. Шелковые аминокислоты, я вам клянусь. Кто-то сидел и придумал, а давайте напишем в составе какую-то неведомую хуйню, они все равно не проверят. Если читать состав, ебнешься. Просто если бы это средство не было настолько эффективным, в общем-то как и это, это абсолютно the same продукты. Они даже пахнут примерно одинаково. Просто здесь в составе написано реально какая-то хуйня ебаная. К половине из этих ингредиентов у меня есть вопросы. Что это, блядь, нахуй такое? И откуда вы это взяли? Шелковые аминокислоты, это мой фаворит. Здесь тоже основной активно действующий ингредиент это мочевина. Мочевина это не моча. Это не кто-то нассал в банку, поясняю. Мочевина делается из растений, если что, в современном мире. Это такой восстанавливающий плотный крем, который вы наносите. Он смягчает, он делает вашу кожу гладенькой, как будто вам снова 16. Возвращается девственность. Возможно, наверное. Короче, кожа на ощупь после этих продуктов супер мягкая, супер гладкая. Чтобы вы не возмущались, что я показываю импортное дорогое, а наше недорогое, это стоит супер бюджетно. Продается в любом CVS, на Амазоне, блядь, где угодно. По-моему, стоило долларов 7. Очень мягкая кожа. Если у вас, вы понимаете, что вы промазали курс всего-всего-всего, и вы хотите еще, но не хотите, там, например, потому что лето и вы боитесь мазать кислоты, вы можете взять рыжую версию. Это тот же крем, только он на основе пейчей. Пейчей это самые легкие кислоты. Пожалуйста, можно, я не буду говорить скороговорку, как расшифровывается пейчей. Пейчей это самые легкие кислоты, которые есть из всех представленных. Моя просто любимая версия, базовая, вот эта голубая, ее можно зимой, летом, когда хотите, потрясающая вещь. Сейчас тренд на продукты для тела. Шарлот Тилбори запустила лосьон для тела. Тоже, простите, я его еще не успел попробовать, потому что я тестировал все остальное. К сожалению, у меня не хватает жопы, чтобы испробовать на себе все. Шарлот Тилбори сейчас стоит на порядок дороже, чем все остальное. Что еще есть для тела? Физические скрабы у меня тоже есть. Но в первую очередь физический скраб, который вот, например, у меня есть, у меня есть Солда Жанейро. Потому что он обосраться как вкусненько пахнет. Я очень люблю этот крем. Он невероятно пахнет. Я рекомендую вам всем, хотя бы ради интереса, сходить в Сафару, найти стенд Солда Жанейро и понюхать банку этого крема. Потому что он пахнет просто... Даже ебучий солевой скраб пахнет потрясающе. Солевой скраб хорошо, когда вы, например, обгорели на солнышке, и вам нужно отшелушить облизающую с вас кожу. Чтобы не травмировать сильно, не берите шелковую варежку, а возьмите физический скраб и отшелушьте себе все. Потому что это позволит вам мягко отковырять то, что вы, возможно, поковыряете ноготочком. Как многие это делают. Не надо отшелушивать себе кожу, обгоревшую, ноготочком. Я небольшой фанат физических скрабов. Они у меня есть. Потому что физический скраб, он хорош, я уже рассказывал. В чем разница между физическим отшелушиванием и химическим? Иногда настолько плотный, арговевший физический слой у вас, что это аналогия с ремонтом. Вот вы, чтобы сделать ремонт, стены там шкурите, а до этого вы ободрали обои. Так вот вы шкурите обои. Вы шкурите обои зачастую. Физический скраб, который я вам рекомендую, который поможет вам действительно улучшить, например, качество вашей кожи на бедрах. В связи с тем, что у вас там, возможно, вы худели, набирали, у вас целлюлит, еще что-то. Это скраб от Рише. Он действительно физический. Это солевой скраб. Но он, сука, на основе энзимов. Здесь активно действующий ингредиент. Это энзимы, блядь, ебучего ананаса. Так же, как в пилинге Питер Томас Ро, так же, как в пилинге гребаной Худы. В первую очередь здесь работают энзимы, энзимы, а потом уже соль. Соль позволяет вам потереть, чтобы у вас было там все гладенько на физическом уровне. Но шлифовку дают именно энзимы у этого скраба. Это пара от холодного обертывания. И тут мы плавно переходим к тому, что называется, блядь, нахуй, у нас нету ретинола для тела. Ретинол для тела, это прекрасно. Особенно, если вам уже не 16, и вы хотите омолодить все. Потому что меня спрашивали, как сделать вот гладкие коленки. И вообще кожа как-то на теле не очень, потому что уже не 16. Так вот, есть такая прекрасная вещь, как ретинол. Ретинол есть не только для лица, но и для тела. В общем-то, Полос Чойс быстренько собралась и выпустила новый продукт. Ну, относительно новый. Это один из последних просто запусков. Это ретинол для тела. Охуительная вещь. Просто очень рекомендую. Ретинол позволяет быстро увеличить клеточное обновление. Ретинол позволяет избавиться от пигментации, которая у вас появилась в силу возраста. Подтянуть кожу. Потому что одно из свойств ретинола, это нормализация деления клеток. И в холодном обертывании урише, в именно вот этой зеленой жижи, которая выглядит очень странно, здесь находится голубой ретинол. И это является активно действующим ингредиентом в этом средстве. Поэтому в чем суть? Сначала вы пидорите себе ляжки вот этим скрабом. Все обновили, все гладенько, все супер. Дальше намазываем вот это. Можете, конечно, замотаться пленкой, но я не считаю, что есть от этого какой-то сильный обосраться эффект, потому что вам и так будет все холодить. Пленка нам нужна, чтобы вы могли свою жопу пристроить на диван, потому что иначе вы измажете. Это, воспринимайте это как маску, да? Хотя я умудрялся в этом даже спать. Открою вам страшную тайну. Короче, эта процедура, да, вы ее делаете для того, чтобы кожа была упругая, гладкая, ровного цвета. Вы можете нанести это не только на ляжки. Это еще можно нанести на живот, на бока, на жопу, на руки, особенно на вот эти вот части, которые как бы не молодеют. Все обязательно наносите, когда наносите это все на колени и на локте. Выдерживайте, а потом смывайте. У меня был эксперимент с нанесением на ночь. Не могу сказать, что я увидел какой-то прям вау-эффект, но я просто наносил на ночь. Просто в меньшем количестве, а оно холодит, оно подтягивает, оно делает кожу очень гладкой. И в целом такой эффект подтянутости он есть за счет как минимум сильного охлаждения. Потому что здесь в составе помимо ретинола есть кофеин, таурин, собственно холодит здесь мята. Также в составе ниацинамид, экстракт черного чая, экстракт белого чая. И здесь есть коллаген из водорослей для того, чтобы дополнительно у вас был вот этот эффект молодости, увлажненности и подтянутости. Офигительная пара, стоит очень бюджетно. Я вам не обещаю, что это избавит вас от целлюлита, но кожу плотнее, ровнее и здоровее точно сделает. Потому что, блядь, целлюлит это комбинация вашего питания, массажа, спорта, веса. Поверьте мне на слово, можно быть женщиной с лишними килограммами, но не иметь целлюлита. Это правда. Но тогда ваш уход должен быть пиздец какой активный. Либо вы идете в зал и худеете, и избавляетесь от жира. Тогда с большей долей вероятности вы без ухода можете добиться ровных ляшек. Но есть шанс, что вы будете худая, но все равно с целлюлитом. То есть уход, к сожалению или к счастью, я не знаю, сильнее, чем ваши манипуляции с весом. Ретинол от полы просто прекрасен. Я советую его всем, кто за границей, обязательно попробуйте. Причем вы можете использовать его спокойно на шею, зону декольте, локти, ляжки, ноги, руки. Например, также вы можете эту систему собрать сами. Вы возьмете скраб, потрете себе все, подготовите свою кожу к нанесению ретинола, нанесете ретинол. Это ретинол, который будете оставлять на ночь. Прямо намазались, пошли спать. В России из того, что доступно, обязательно посмотрите на вот эту вещь. Про Верифик многие уже знают. Это Керли Групп, собственно, создатели Art & Fact. У них есть еще один бренд, Верифик называется. У Верифик есть продукт, который проигнорировали нахуй все, кроме моей мамы, которая приехала и такая, разбирая мои пакеты, такая, о, это мне надо, это мне надо. До хрена ретинола, это 100 миллилитров лосьона с ретинолом, который называется как антивозрастной лифтинг-крем для шеи декольте с ретинолом. Короче, вы можете его использовать, в общем-то, как полу. Потому что вы можете нанести его на шею, на зону декольте, на локте, куда хотите. Обязательно, обязательно берите. Потому что я уверен, что его скоро не будет. Здесь 0,5 ретинола. Причем пол это сделало продукт очень мультифункциональный. То есть для любого возраста 0,1% ретинолевого концентрата, здесь 0,5% ретинола. Это сильнее по мощности, поэтому будьте осторожны. Ретинол мы вводим так же, как и на лице, так и на теле. Здесь сильнее концентрация, но здесь немного другая форма ретинола. Здесь помимо ретинола в составе антивозрастной стимулятор, низкомолекулярный коллаген, гидролизованный эластин. У средства потрясающий состав. Я не понимаю, почему про него никто не рассказывает, потому что штука очень хорошая. Очень хорошая. Берите. Опять же, из кислотных продуктов для тела, которые мне очень нравятся, это Джилав, которые на основе их легендарного уже крема с злоиновой кислотой для проблемной кожи сделали лосьон для тела, который тоже в первую очередь направлен на проблемную кожу. Они сделали выравнивающий лосьон для лица и тела, который потрясающе работает. У него как раз-таки история с попыткой того, что тут вам и кислоты, и заодно сразу восстановление вашей кожи. Куда хотите, туда и наносите. Причем состав такой, что он называется для лица и тела. В общем-то, можно и на жопу, и на лицо одновременно. Очень классная вещь, обожаю их упаковки, обожаю их текстуры. У них очень приятные, очень взбитые текстуры, которые приятно наносить, ими очень приятно пользоваться. Многие ждали историю про легендарную Джей Ло. Джей Ло выпустила свой бренд, если кто-то не знал, пару лет назад. И, в общем-то, один из последних запусков это линейка для тела. В нее вошли три продукта. Я реально попользовался только двумя. Это сыворотка на основе АХ-кислот. Это, сука, они тут написали так, мне очень нравится. Пептиды, бентаин плюс АХ. Как будто там чуть-чуть кислот. Суука. Оно ядреное, просто пиздец. Это очень странные ощущения. Это, помните, в одних из разочарованиях я вам рассказывал про бесполезную херобору от Колистар, которая должна за счет охлаждения рассасывать вам целлюлит, худить вас, делать ровные ляжки. Просто за счет охлаждения, блядь. По ощущениям это так же, но это термоядерно-кислотный продукт. Вы сидеть не можете, вы спать не можете. Вам нужно минут 15-20, чтобы прийти в себя, чтобы пойти спать. То есть, это сыворотка с пептидами, неоцинамидами, бентаином и, собственно, АХ-кислотами. Которая подтягивает. Она действительно подтягивает. Прям по ощущениям кажется, что она подтягивает. Очень крутые упаковки, конечно, мне нравятся. Супер гигиенична. Она очень ядреная. Она очень мощная. Прям очень мощная. Третий продукт, который я не попробовал. Это просто у меня не хватает жопы, чтобы намазать все. Короче, мне просто страшно после этой сыворотки. Сыворотка действительно очень крутая. Я не уверен, что эффект, который вы получаете, равносилен тем очень странным, неприятным ощущениям, которые вы будете испытывать. Как будто кто-то из ада слегка пытается вас поджечь. А просто третий продукт это бутибаум. Это средство, которое должно вам подтягивать жопу. И здесь в составе Pink Pepper Slim. Это розовый перец. Я прям боюсь, что будет с жопой, когда я это намажу. Мне прям страшно. Но меня это не остановит, поэтому я это намажу в ближайшем будущем и расскажу вам. Второй продукт, который я попробовал от J.Lo, это, собственно, Sculpt Smooth Firm. Это крем для тела на основе гептовептида 7 и церамидов. В общем-то, J.Lo вам сделала линейку готовую, которая работает как система ухода. То есть, все то, что мы отдельно собираем, она затолкала в одну линейку. Три продукта и все вам сразу. Здесь кислоты, здесь церамида, чтобы это все восстановить. Это такой очень восстанавливающий крем. Здесь тоже, кстати, в составе есть неацинамид. В составах вы теперь можете найти очень много странных вещей. Как из коралла сделать экстракт? У меня большой вопрос. И на коэлят здесь диоксид титана. Ну, то есть, он здесь есть. То есть, возможно, J.Lo предполагает, что это крем для тела очень плотный. Это не средство после загара, но диоксид титана здесь зачем-то есть. Это санскрин, если кто-то не знал. То есть, вы его наносите, кажется, что легенько, но он очень питательный. Нет никакого ощущения дискомфорта. То есть, он не похож на бодибаттер для тела. То есть, на летний сезон, то есть, его можно даже на каждый день использовать. Плюс он имеет такой влажный финиш. То есть, не в смысле жирное, как будто вы беляшей на ляжках поели. А как будто вы вся такая супер увлажненная. Красиво выглядит, правда, честно. Ну и давайте по-честному, J.Lo, мажущая ляжки этим кремом, очень охуенно их продает. Она продает охуенно. То есть, с заварками нужно было еще поохотиться. Потому что я пролетел, как раз это был основной запуск. И вот в Майами подвозили партию крема, и нужно было прям ловить. Вещь очень приятная. И пока из всех селебрити линеек и брендов косметики, то, что она выпускала J.Lo, мне нравится больше всего. Линейку ухода очень оценила моя мама. Она ей нравится. То есть, ей глубоко похорен, кто ее выпускает, либо работает, либо нет. Мне тоже очень понравилось. Там единственные дурацкие увлажняющие маски и зачем-то хайлайтер в уходе. Ну, это так. Это уже больше к вопросу, что это баловство. Но основная линейка ухода очень, очень, даже очень. И средства для тела мне нравятся. Ну, я честно предупреждаю, что у кислотной сыворотки ощущения будут своеобразные. Когда вы уже добились результата для того, чтобы придать лоску, вам поможет в этом загар. И да, кто-то любит загар, кто-то не любит загар. Но слегка загорелые ноги всегда выглядят красиво. И руки тоже. На этот случай, чтобы не быть прям вот загорелой-загорелой, а слегка тронутой солнцем, есть такая прекрасная вещь, как лосьоны для тела с эффектом загара. Те, кто давно меня смотрит, помнят лосьон для тела Джергенс. Это очень бюджетно, очень доступно. Но в России сейчас хуй достанешь. Джергенс очень классная вещь. Там же есть несколько оттенков. В общем-то, всем нужен один в России, но не суть. В Телеграме еще год назад показывал вам вот эту прекрасную вещь. Это лосьон для тела от Зейтун. Супер приятный, супер легкий, супер комфортный. Который позволит вам нанести его и придать вашим ногам легкий золотистый отлив, который будет выглядеть, как будто вы видели солнце. А не как будто вы в ахуе от цен на перелеты. Мы все в ахуе, поэтому... Тут должны быть какие-то шутки от Авиасейлс. Короче, лосьон для тела с эффектом загара это очень нужная вещь. Это позволяет вам избавиться от колготок, от излишней синюшной бледности и придать красивый оттенок своей коже. Но это не курочка-гриль из 2007-го. Ну, я вообще хочу многих расстроить, что современные автозагары никакие не выглядят как курочка-гриль. Потому что один из моих любимейших автозагаров, прям автозагаров, это Джеймс Рид. Они свою легендарную маску для тела выпускают не только в формате для лица, но и для тела, но это прям автозагар. Это если вам нужно за две ночи стать коричневого цвета. А это легкий, как будто свое, как свое, только лучше. Супер приятная текстура. То есть это все еще легкий, увлажняющий лосьон для тела, который придает вашей коже эффект легкого загара. Как будто в эти выходные вы куда-то слетали позагорать на пляжу. Хотя теперь сложно обманывать 20-часовыми перелетами. Ну, не суть. Как будто вы слегка позагорали и вышли на такая красивая на работу. Я наношу его на все тело, а не только на конечности, потому что вот все как бы однородно. Главное, вымылись, высохли, вытерлись. На сухую кожу наносим, распределяем равномерно. Ждем, когда все впитается. После этого одеваемся, идем по своим делам. Без силиконов, без парабена, без минерального масла, без жуткой вони сжженных покрышек, которая присутствовала во всех старых автозагарах. Здесь не будет такого оттенка, как удав. Когда там есть легкое ощущение, что у вас отказали либо почки, либо печень. Вот в диагнозах не очень разбираюсь. Но что-то явно отказало. Супер приятно и главное, что очень доступно. Потому что лосьон для тела это недорогой продукт. В общем-то, Джеркенс тоже стоил сколько? 5 долларов, 7 долларов, 10? Не помню, короче. Супер доступно и классная вещь. И также от Зейтун еще один продукт, который я очень люблю, особенно в летний период. Это уже декор вашего тела. Потому что это правда очень красиво. И мне безумно нравится, как это выглядит. И это комфортнее, чем мерцающее масло для тела. Это также от Зейтун молочко для тела с сиянием. Этим вообще нужно обзавестись всем, кто планирует поехать в отпуск. Тем, кто не планирует поехать в отпуск, но планирует загореть с помощью лосьона для тела. И сделать свои ноги очень сильно красивыми. И руки тоже. Это супер красивая вещь. Вы на свою уже гладкую, идеально ровную кожу наносите все это. И все так красиво переливается. И выглядит вообще на миллион долларов. И ваши ноги выглядят супер худыми, супер дорогими. И вы выглядите лучше, чем дубайские бляди. Простите, дубайские инфлюенсеры. Короче, это очень красиво. Особенно на загорелой коже. На бледной коже тоже выглядит красиво. Просто, вы понимаете, загорелая кожа на вид всегда выглядит все равно более здоровой и ровной. Поэтому я, например, рекомендую всем, у кого от природы очень тонкая кожа тела, очень бледная. Этот лосьон для тела не сделает вас мулаткой. Знаете, когда вы мулатка ниже пояса. Он придаст вам просто цвет жизни. Как будто в вас есть жизнь и хоть чуточка меланина. Плюс вот это, знаете, когда кожа настолько бледная и тонкая, что просвечиваются вены на ногах. И вы всегда такая, знаете, курица на прилавке. Вы вот слегка подзагорели, а дальше намазали вот это. И ваши ноги выглядят идеально. Просто на миллион долларов. Очень красиво. Это уже, конечно, дополнение. Оно для красоты. Просто, правда, это делает вау-эффект. Прям супер-вау-эффект. Главное, чтобы вы с ног до головы не покрывались прыщами. А сейчас грядет лето. И очень многие из вас допускают супер-важную ошибку, которую не нужно допускать. Я прям ощущаю себя слегка Маргаритой Симоньян. Я про что? Мы защищаем кожу тела от солнца. Если вы не хотите пигментацию. Потому что многие думают, что их пигментация на коленках, это там гормоны, возраст. Это, блядь, ебучее солнце в том числе. Потому что коленки первое, что покрывается пигментацией. И вот ваш загар сошел, а коленки коричневые. Как будто я не знаю, что вы там делали. Потому что это пигментация, ребят. И солнце ее вызывает. Поэтому защищаем свое тело, да. Но важный момент. Санскрин с тела смывается так же, как и с лица. С помощью, блядь, масла. Это просто пример. Неважно, какое у вас масло для душа. Потому что самое известное, легендарное масло для душа, которое я вам показывал 100-500 раз. Это масло для душа от Локситан. Миндальное. Все его знают. Многие его любят. Во многом любят из-за аромата. Потому что это очень классный продукт. Более доступное, в огромной бадье продается это масло от Урьяш и Биодерма. У меня такое ощущение, что их в одном месте разливают. Один хрен просто в большой бадье продается. Да, стоят теперь они как-то почему-то внезапно небюджетно. Но да, они есть. Еще одно масло для душа. Oil You Need. Очищающее масло для душа от Open Face. Я, в общем-то, вместе с лосьоном для тела заказывал. Санскрин с тела смываем маслом. Масло для душа. Прикол в том, что можно нанести и даже на влажную кожу. Оно все равно сэмульгируется. Главное, нормально смывайте санскрин со всех запчастей, куда вы его наносили. Потому что просто мылом санскрин, блядь, не хочет смываться. Ну, примите это как факт. Потом не удивляйтесь, что вы намазали себе на спину санскрин, а дальше у вас, блядь, вся спина в прыщах. Потому что вы его нахуй не смыли. Вы его не смыли. Смойте санскрин с тела. И будет вам счастье. И будет у вас все хорошо. Причем масло для душа, оно нужно как бы не только для снятия санскрина. Оно нужно для очень сухой кожи. Для атопичного дерматита. Потому что при атопичном дерматите кожа супер чувствительная, раздраженная. И когда вы ее моете жестким мылом, все становится еще хуже. И такие люди знают про существование масла для душа. Масло для душа это очень полезная вещь. Господи, я не знаю уже сколько там получилось это видео, потому что оно какое-то огромное из бюджетного для тех, кто за границей. Потому что, конечно, сложно мне теперь снимать видео. Я снимаю одновременно для тех, кто живет за границей. Для тех, кто туда свалил и у них нет денег, а уход нужен. Для тех, кто живет в России. Ребята, я стараюсь максимально освещать для всех, кто живет в разных странах, бюджетный лосьон для тела с ретинолом для тех, кто живет за границей. Это меди... Господи, забыл, как, блядь, называется. Короче, вот так выглядит банка. Ссылку я оставлю в описании. На все ссылки будут в описании. Это очень классный, очень легкий, бюджетный лосьон для тела. Можно купить на Амазоне. С ретинолом. Опять же, гель для душа с ретинолом Олейх. Прекрасно доступен вообще везде, где только можно. И мне, правда, очень понравился лосьон для тела с коллагеном. Очень приятный, очень легкий. От Олей я никогда не ожидал каких-то совершений. Я просто помню тот момент, когда я первый раз попробовал вот ту линейку Олей, которая продается не у нас. Но у нас никогда эта линейка не продавалась, поэтому вы можете по ней не страдать особо. У них сейчас огромнейшая линейка по уходу за лицом с ретинолом. Они сейчас больше всего конкурируют с ретинолом Нитрогина, с ретинолом Олейх. Не суть, а у них действительно очень приличного вида бюджетная линейка по уходу. Но все средства с ретинолом не такие уже, что прям и бюджетные. Ну типа, средства из линейки Нитрогина с ретинолом начинаются примерно от 40 долларов. На фоне 10 долларов гиалуронового крема Hydro Boost, это уже прям значительное подорожание в цене. Все подорожало, поэтому я стараюсь искать еще и в разных сегментах, за разную цену, чтобы вам было из чего выбрать. Опять же, из моих любимых загарных средств для тех, кто живет за границей, это Tanlux сыворотка гиалуроновая для тела. Это один из самых комфортных автозагаров для тела. Это как будто легкая гиалуроновая сыворотка. Вы ее, блядь, наносите. По ощущениям все супер, а вы загораете. Обосраться. Обожаю ее, обожаю ее. Это просто невероятно. Потому что не всегда я буду на солнце, поэтому все мои автозагары со мной. Чтобы вы понимали, у меня есть отдельный шкаф для всего, что связано с автозагарами. Ну, просто загорелая кожа выглядит здоровее, поэтому я считаю, что неотъемлемая часть хотя бы легкого какого-то загара, следа от солнца, что вы его видели вообще в этой жизни, а не забыли, как оно выглядит. Ну, есть такой момент. Короче, я надеюсь, что это видео было для вас полезным. Я попытался собрать для вас самые важные сегменты в уходе за телом. Теперь каждый раз, когда вы будете задавать мне вопросы в инстаграме на тему того, о чем мне помазать от, вы будете смотреть это видео. Потому что здесь суперкрутые, суперполезные находки. Причем то, что можно удешевить, мы удешевляем. Не обязательно покупать в три дорога кислотные лосьоны для тела сейчас, потому что, я говорю, рынок очень сильно меняется. Теперь самые дорогие продукты это с ретинолом, поэтому кислотные лосьоны для тела можно купить не так дорого. То есть не обязательно брать там самые дорогие. Хотя формула, которую сделала Джей Ло, ну не она сделала, а за нее сделали, она очень не похожа на все, что я пробовал до этого. То есть она самая насыщенная и самая мощная. Но это не значит, что остальные продукты вы что-то теряете, покупая не самую последнюю формулу. Open Face охуенный лосьон, охуенный. Джилав супер вообще, огонь. Пола два лосьона, люблю и обожаю. Пьяный слон, обожать. Обязательно попробую еще крем для жопы, и крем для тела Шарлот Тилбери и вам потом расскажу. Не забывайте подписываться на мой телеграм. Я надеюсь, что мы увидимся совсем скоро. Меняйте себя и мир Арупас изменится. Пока-пока.